Сергей Константинович, я хочу вас и вашу делегацию приветствовать на гостеприимной белорусской земле, убежден абсолютно не чужой для вас земле, хотя между нами много километров. Это ваш первый визит к нам и в начале нашей встречи хочу заверить, что вы не пожалеете, что преодолели эти 11 тысяч километров. Мы, российские регионы, не делим на отдаленное, не отдаленное. Со всеми работами мы находим точки соприкосновения. Уверен, что и с Магаданской областью получится существенно добавить в наших отношениях, прежде всего, торгово-экономических. Убежден, вы у нас найдете все, что вам необходимо, от промышленной продукции до продовольствия, лекарств, косметики и так далее. Показатель взаимной торговли никак не отражает наших возможностей. Мы должны сегодня решить, как мы будем работать над кардинальным увеличением ритмов взаимовыгодных торгово-экономических отношений. Я остановлюсь на самых перспективных, на мой взгляд, направлениях. Первое – это продукция машиностроения. С учетом богатейшей ресурсной природной базы Магаданской области и ваших планов по освоению новых месторождений цветных металлов. Мы видим хороший потенциал для наращивания поставок карьерных самосвалов в вашу область. Западные бренды ушли из России и я думаю, что вы найдете замену их нашими товарами. При вашей поддержке БелАЗ намеренно открыть в регионе мультибрендовый центр по продаже обслуживанию сервисному, при том комплексному обслуживанию и ремонту всей белорусской техники, а также по реализации шин различного диаметра и нагрузки. Помимо поставок большегрузной техники, мы готовы участвовать в обновлении парков пассажирского транспорта. Можем предложить различные современные автобусы как в газомоторном, так и в дизельном исполнении и предоставим взаимоприемлемые финансовые инструменты. Второе – промышленная кооперация. В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили наш ювелирный завод «Кристалл» в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма-продукция, в том числе ювелирный, с использованием бриллиантов белорусской огранки. Как мне докладывают у вас в программе предусмотрено посещение этого завода, я советую вам побывать на нем. Возможно проработать варианты создания на базе данного предприятия совместного производства на вашем сырье. Третье – проектирование объектов. При комплексной застройке в Магадане после соответствующей адаптации возможно использование белорусской проектной документации на возведение объектов образования, спортивного, торгового назначения, многофункциональных комплексов и всех инженерных сооружений. Четвертое – проектирование заработанные поставки электрооборудования и материалов. С учетом реализуемых в вашей области проектов по строительству ГЭС и линий электропередачи для электроснабжения можем предложить широчайшую гамму кабельной продукции и трансформаторов, если вам это подойдет. Пятое – поставки потребительских товаров и продовольствия. Знаю, что уже идет работа по открытию в Магадане большого магазина с белорусскими товарами. Помимо качественных продуктов питания, готовы поставлять вам мебель, текстиль, коври, обувь, бытовую химию, косметику и другие товары, которые вам подходят. Шестое – переработка молока. Предлагаем организовать у вас выпуск молочной продукции из белорусского сырья. У нас достаточно первоклассных предприятий, которые готовы поделиться компетенциями в переработке молока и создании вкусной, полезной и качественной продукции длительного срока хранения. Конечно же, можем организовать прямые поставки готовых мясомолочных продуктов – кондитерских изделий, овощных консервов, соков и всего того, что востребовано в ваших учреждениях в социальной сфере и розничной торговле. Седьмое – поставки, переработка рыбы. Магаданский край богат рыбой и морепродуктами, которых у белорусов на столе не так много, как должно быть и хотелось бы. А спрос есть. Только нужны прямые поставки, но и, естественно, адекватная цена. При желании можете создать свои перерабатывающие мощности в Беларуси с прицелом не только на наш рынок, но и на логистически близкие города Москву, Санкт-Петербург и другие, а также в другие страны, если у вас будет к этому интерес. Мы вам предоставим всяческие условия. Восьмое – туризм, санаторный отдых и медицинские услуги. В Беларуси высокие стандарты и доступные цены по этим направлениям. Кстати, российские граждане, россияне с большим удовольствием приезжают к нам в качестве туристов, а также получить соответствующее санаторно-курортное лечение и медицинские услуги. Поэтому мы ждем вас, если у вас будет такая необходимость и возможность. Подытоживая сказанное, хочу подчеркнуть, что перспективное начинание, по которым мы договоримся, мы не просто поддержим, мы обязательно их исполним. Еще раз благодарю вас, Сергей Константинович, за то, что вы нашли время для того, чтобы посетить Беларусь. И я очень хочу, чтобы вам эта поездка заполнилась. Что касается нашего сотрудничества, действительно, оно, на мой взгляд, недостаточно сегодня. Недостаточно, исходя из тех возможностей, которые есть у белорусской промышленности, в первую очередь, у всей экономики Республики Беларусь. Ну, традиционно, в нашем настроении, мы горнодобывающий регион, наш бизнес, и золотодобывающие компании, и компании, которые занимаются сервисом тяжелой техники, считают, что время пришло проявлять братские взаимоотношения, братские поддержки во всем. Не только во внешней, что ли, политике, но и во внутренней. И настроены очень патриотически, и настроены на сотрудничество с Республикой Беларусь.